И снова всем привет, с вами Леторн, и мы продолжаем прохождение игры Пиларс Эффект Ренси 2 Дэдфайр. Ну что ж, ребят, мы с вами, мне кажется, уже на финишной прямой, потому что, в принципе, почти все побочные задания у нас выполнены. Осталось пара наград за голову, которые мы прямо сейчас с вами сделаем. Нам для этого нужно в деревню Янвик. Давайте посмотрим, что у нас по заданиям. Ну, он ждет в огне, понятно. Вперед неизвестность, тоже понятно. Картографию архипелага делать пока не будем. Предлагает мне начать с неисследованных территорий к северу и югу от порт Маже. Ну, можно, конечно, посмотреть, но вряд ли мы там что-то найдем. Немного пожиратель душ. Вот, он находится в деревне Янвик. И второй, про ныра у Амору. Он находится к востоку от зубов Магран. И все. Больше никаких заданий нет. Вопрос в том, в картографии, насколько далеко от порт Маже нужно отправиться, да? То есть, насколько далеко нужно искать острова, нанесенные на карту. И как их определить, ну, кроме внешнего вида? То есть, там должна быть, наверное, пристань, и они должны быть не названы. Ну, не названы там почти все острова. Только крупная как-то названа. Сваливаем из города под покровом ночь. А, кстати, я же хотел еще пешком посмотреть, что там, да? Ладно, давайте сначала выйдем по морю. Ну, по-моему, мы вообще ходили за пределами китаки. Ну, давайте зайдем туда. Не знаю, что это такое. Еще Теор Амунга есть. Слегка поодаль от тропы вы замечаете небольшой павильон, в котором стоит каменная статуя. Сразу видно, что она очень старая. Кажется, это светилище Уанны. Подойти и защитить его. Статуя изображает обнаженную женщину с головой страшной рыбы. Это Нгати, Уаннская ипоста Сондры. Вдоль фундамента тянется надпись «Вода ласкает камень, ну и размалывает его в песок». Помолиться в светилище и отдохнуть. Вы вставите на колени у холодного камня и шепчете молитву. Камень не отвечает, но поднявшись на ноги, вы чувствуете себя спокойно. Несколько часов проходит в полном спокойствии. Вы просыпаетесь и отправляетесь дальше. Мы здесь уже были, это я помню. А вот тут, получается, мы не были, потому что иначе мы бы вот это вот место зачистили. К западу от Никитаки до самых гор простираются зеленые равнины. Колючие растения с яркими цветами тут и там поднимаются здесь изумрудной травы. Иногда на равнине встречаются и деревья. Под их могучими кронами можно укрыться от солнца. Вы поднимаетесь на вершину и видите примерно сотни футов от вас вниз по холму группу прямоходящих ящеров. Ксаурипы, собравшиеся на широком плоском камне, верещат идти и чирикают. Крассаться поближе и осмотреть. Вы тихо пробираетесь через растительность, высматривая другие возможные угрозы. Приблизившись вы так. Вы видите группу из примерно десяти ксаурипов. Под руководством шамана несколько из них тычут в червей длинными палками. В центре круга два червя бросаются друг на друга, а ксаурипы стараются разодорить их посильнее. Один из ксаурипов скидывается, раздувает ноздри и крутит головой, пока в его поле зрение не попадает эдер. Ящер тягкает и верещит, вытянутым когтем показывая на вашего товарища. Мелкие твари хватаются за луки и копья, угрожающие потрясая ими тыкая в вашу сторону. Впрочем, бросаться в бой они не спешат. Тихо-тихо, мы не причиним вам зла. Шаман ксаурипов шагает вперед, перья его головного убора качаются. Он перещит, показывая на горизонт, а потом на кошель, что болтается у него на поясе. Остальные ксаурипы кивают. Вы понятия не имеете, что он пытается вам сказать. Эм, хорошо. Ксаурип проется в свои мешочки, переводя взгляд то на вас, то на его содержимое. Вы не до конца понимаете, то ли он вас в чем-то подозревает, то ли пытается понять, что есть у него в кошеле. Возможно, и то, и другое. В конце концов, он принимает какое-то решение и достает из мешочка предмет. Несколькими робкими прыжками он преодолевает разделяющие вас расстояния, кладет к вашим ногам фигурку дракона и скачет назад. Вы получили предмет фигурка костяного вирма. Ммм, спасибо, я ухожу. Сори помолча смотрят, как вы отходите назад. Когда вы удаляетесь на почтительное расстояние, они начинают что-то верещать друг к другу. Некоторые возвращаются к своим инграм, другие же занимают оранительные позиции вокруг камня. Вы оставляете чудовищ за спиной. Мы получили еще одну фигурку костяного вирма. Клада. Здесь некуда пройти. Пахуанин. Не знаю, что это, поэтому будем вести себя осторожно. Саурип, чумоносец. Саурипы. Кучок Саурипов. Я так подозреваю, что они вряд ли нам какую-то серьезную угрозу представляют сейчас. Поэтому давайте на них нападать. Попробуем. Поехали. Ах, это скамота. он еще умеет прятаться механизм погребло под камнями и мусором он пришел в негодность тут еще спуск вниз есть но они кстати не такие уж и простые поход в отличие от всего остального побитого погоды кругом неплохом состоянии подождите мы забрали лут червь питомец и Продолжение следует... 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 На панели есть пустое гнездо, словно оттуда что-то забрали. Подземелья Пахуани. Но у нас по идее нечего никуда вставить, да? Интересно. Может быть мы что-то не нашли в предметах? Сомневаюсь я, что нам прям нужно идти в какую-то другую локацию. Либо возможно это вообще, ну хотя нет, дополнения у меня никакие не стоят. Подсвечивать нечего, ладно, запомним, сейчас походим здесь, посмотрим, может что-то пропустили действительно, но я сомневаюсь честно говоря. Здесь вот есть механизм, который погребло под мусором. Это вход через который мы зашли. Здесь они поклонялись. Доброе утро, что у нас. Поехали локации. Используйтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы точно ничего не выкидывали, поэтому рано или поздно они появятся. Ну ладно. Заданий никаких с этими подземельями связанными у нас нет. Продолжение следует... Ну что ж, тогда выходим по морю. Возможно, конечно, что нам нужно с кем-то после того, как мы нашли это подземелье, поговорить. Но опять же, у нас не появилось никакого задания. Я люблю, когда ведут как-то адекватным образом, понимаете. За урод Ук-Тук здесь мы были. Вот, кстати, порт Маже. Давайте вокруг него поплаваем немножко. Вот, смотрите, остров есть. Вот остров есть. Может быть, нужно его полностью обойти. Вот, смотрите. Вот. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ладно, давайте заглянем сюда... Шепота мира... У ваших лодыжек клубится слабый туман. Бездыханные шепчущие голоса взывают к вам из темноты. Их жалобы почти неразличимы за сонами, хрипом и криками. Удается разобрать лишь то, что они умоляют положить конец их мучениям. Войти в туман. Сгустки энергии клубятся вокруг вашего торса и липнут кожу. Плач становится криком, точнее целым хором из мучных воплей. Дымка сгущается и вы не видите более ничего, кроме неотчетливых призрачных силуэтов, образующих этот туман. Но обступив вас в начале, они внезапно исчезают. Кто здесь? Покажитесь. Левущий ветер мгновенно вздыхает, а тени замирают на месте. Но почти сразу же они, неуверенно затрепетав, собираются в еще более плотную массу и бросаются к вам. Надо было зоти сразу покопать. Не левис какой-то. Быстрее, ария, отряд клачу лопать. Медальон и левис. Эта медальония, сделанная из серебра и инкрустированным кровавиком, есть короткая напись на идильском, по которой можно определить владельца. Бывшего первого помощника и на плаче сына званца. Внутри хранится завиток светлокоштанных волос. Медальон пронизывает ауру духа, окутывая саму безделушку и ее владельцу в потустороннюю атмосферу. Ну ладно, давайте сначала заглянем тогда сюда. Вы видите останки кораблекрушения, случившегося, судя по всему, очень давно. Продырявленные пушечными ядрами и истрепанные ветрами паруса свисают с мачте, как паутина. Борта корабля потрескались и погнулись. Внутри могло остаться что-то ценное. Интересный кабаник и так. Все. Так, подождите, у нас ребята что-то не рады совсем, статус злость. Давайте-ка их быстренько. Быстренько их того и этого. Обрадуем. 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 У нас сетевады то не так-то уж и много. Впереди лежат развалины древнего комплекса. Обрушившийся каменный проход украшают загадочные рисунки, выведенные высветшей коричневой краской. Подойдя ближе, вы видите, что они изображают чудовищные сцены обезглавливания, расчленения, повешения и прочих ужасов. Войти в развалины, что же еще делать? От стены развалины отражается свет далеких факелов, напоенный трупной вонью и металлическим запахом крови. Ветерок доносит до вас неразборчивое промотание. Это, кстати, вот смотрите, то был храм Нгачи, а это храм Тангалоа. Возможно, здесь мы и найдем ключ. Либо здесь есть каждому богу такой храм. Котелок кипит, крупные пузыри сдуваются на жирной поверхности варева, пахнет мясом. Ну, скажи, что они животные. Разъяренный... А, разъяренный бандит. Ну ладно, бандит это еще неплохо. Священное благовоние. Дневник Ангфора. Ага. Ну, давайте почитаем. Это интересно. Я нашел этот подмокший блокнот на дне своего мешка. Он никому не нужен, так что я решил записывать в него свои мысли. Я боюсь сойти с ума, если не выплесну их на бумагу из своей головы. Прошло уже несколько месяцев с того дня, как мы оказались в ловушке на этом проклятом острове. От тех немногих припасов, что были у нас после катастрофы, остались лишь жалкие крошки. Когда стало ясно, что на острове мы застряли надолго, мы начали экономить еду. Сначала каждый получал по половине порции, но проходили дни, и надежда на спасение слабела, все позже превращаясь в мечту. Мы начали есть по разу в день, потом раз в два дня. У нас хотя бы нет недостатка в пресной воде. Из трещины в камне близ развалин бьет источник. Без всякого сомнения, вода выталкивает из-под земли какая-то вулканическая сила. В воде у меня мои приборы, я измерил бы скорость и мощность потока, но их у меня нет, и покоятся они, скорее всего, где-то на дне моря. С каждым проклятым днем нас становится все меньше и меньше. Моя одежда безнадежно пропиталась смрадом протухшего мяса, пота и дыма. Вяленые ломтики, которые мы засушили из бедра кораля, подошли к концу. Мы думали, что он сумеет пережить ампутацию, но два дня назад, ночью, бедняга скачался от легкорадки в крылью. 16. Приатона, 2827 года. Прошло 13 дней. Мы научились мястерски вялить мясо, но у нас не осталось ни одного острого клинка, а мыть их приходится в морской воде. Со дня трагической смерти кораля пережить ампутацию не удалось никому, так что больше мы даже не стараемся. Жаль, я успел изрядно набить себе руку. 17. Сегодня мы потеряли Элиус. Мне больно писать эти слова, хотя ее уход не стал для нас неожиданностью. Она вытянула короткую травинку. 18. Я хотел сохранить ее медальон, но после смерти он куда-то пропал. Я всегда думал, что он ей очень идет, что камень сочетается со светом в ее глазах. Я хотел запомнить этот свет. 19. Может быть, кто-то взял его себе, но я даже не знаю, кто способен на такое злодейство. Медальон предназначался мне. Элиус никогда не говорил о этого, но я знаю. 20. Когда будет моя очередь нести ночную вахту, я обыщу пожиткой товарищей по несчастью и горе тому вору, у кого окажется пропар. 13. Мажут Тона 2828 года. Холодный ветер напал на нас. Он дует и дует по всему острову, стирая с лица земли наши жалкие лачуги и приправляя провизию песком. Мы укрылись в развалинах неподалеку, и я жалею об этом. Здесь обретается какой-то зловещий дух. В каждом порыве ветра я слышу его шепот. Он молит о милосердии, о спасении. Этим утром пропал еще один из наших. Кто-то подозревает, что он привязал себе к ногам камень и отправился в море, но они ошибаются. Я видел его ночью. Он брел во сне, и его движения были дерганными, чужими. Я зашел глубоко в руины. Он зашел глубоко в руины и не вернулся. 20. Мажут Тона 2827 года. Нас осталось так мало. Я завидую тем, кто ушел. Их души уже вернулись в колесо и свободно воплотиться в новую жизнь. Нам, немногим несчастливцам, недоступно такое благо. Воистину, мы сделали им великий дар. Мы страдаем, чтобы они освободились. А Лендер говорит, что мы можем построить большой плот и попробовать спастись. Он зашел с ума. Мы давно уже принадлежим этому острову, а он принадлежит нам. Ну, Эльвис мы уже повстречали. А вот кто живет в храме, интересно. Капитан Ангфор. Кстати, это он, видимо. Ребрышки вчера были. Вот бы печенка. Рецепт мяса разумного. Из стрепанной листов бумаги покрыт пятнами жира. Записи сделаны неразброщимым почерком, описывая способ приготовления блюда, которым автор лакомился в детстве. Оно называется «Сладкоголосый паштет». На мясо предлагается взять необычного происхождения. Внизу кто-то накрянул. Приготовить для Эолины и Юна, когда вернусь домой. У меня мама такую печенку делала. Пальчик я вырежу. В общем, это Ханнибала. Субтитры сделал DimaTorzok. Угу. интересно как они еще живут а Вы видите, привязанного к столбу гнома средних лет, у ног которого разбросаны какие-то окровавленные ошметки. Его борода спуталась клоками, а лицо измазано грязью. Невзирая на свое прископное состояние, при виде вас он пытается вырваться из своих пут. Слава яйцам, ты как раз вовремя. Еще минуты, и я бы стал главным блюдом. Что здесь произошло? Боюсь, история не самая веселая. Наш корабль? О, что это был за прекрасный корабль? Эх, мы угодили в бурю и налетели на камни. Понимаешь, волны были такие, что мы и заметить ничего не успели. Оказалось, что остров этот пуст точно постель престарелого ловеласа. Даже крупинки съестного не сыщешь. Никто из нас особо не жаждал, чтобы колесо для него повернулось так скоро, так что... Молокает, избегая встречаться своим взглядом. Месяц шел за месяцем, но помощь так и не прибыла. Ребята начали помирать, а жратва окончилась. И похоже, что у тех немногих, что еще держались на ногах, потихоньку начали протухать мозги. Кто там? Я же орду краснорукий, сплача самозванца. Вернее, уже бывший член экипажа этого корабля. Он чрезмерно громко смеется. Кажется, я был палубным матросом всю свою жизнь. Впрочем, пару последних месяцев довелось побыть и коком. Специализировался на мясе, учитывая обстоятельства. Ну, ты понимаешь, каннибализм и все такое. Ну, развивать. Мои запястья премного тебе благодарны. Он разминает руки, восстанавливает топ крови и морщится, когда касается пальцами ссадина Сталин на вперед. Скажи, у тебя есть корабль? Впрочем, да, иначе сюда не попасть. У тебя, случайно, не найдется местечко для старого гнома вроде тебя? Вроде меня. Может, видок у меня и так себе, но я хорошо управляюсь парусами и даже умею готовить. Да, непокорный приглашает тебя в свой экипаж. За мной должок, капитан. Причем, я крупно сомневаюсь, что когда-нибудь смогу с тобой расплатиться. Любишь жаркое? Я знаю отличный рецепт. Поверь, тебе еще не доводилось есть ничего подобного. Как-нибудь приготовлю. Ну, знаешь, типа в качестве благодарности. Он подвигивает вам и коротко кивнув отправляется к кораблю. Что-то я не очень хочу его мясо пробовать, ребят. Здесь ничего нет, да? Кстати, это довольно иронично, что они в храме Тангалуа. Тангалуа, насколько я помню, это червь, пожирающий сам себя. Отдельные кости в этой куче потрескались и побелели от времени. Здесь они спят. Спали. Ну что ж, вот и все. Вот, смотрите, отлично Получится всего два острова возле порта Маже было, которые нужно было назвать как-то Ну давайте уже поплаваем тут, мы же не спешим никуда Вот, смотрите, отлично Вот, смотрите, отлично Брошенная деревня, ржавая пустошь Смотрите-ка, на два уровня приезжает нас, то есть это локация максимального уровня Изверистый проход Давайте запишем это Так, ржавая пустошь, это получается юго-запад Юго-западный угол карты Червь в храме на причале королевы, я кстати не помню Аркимир, возвышенность перики, это мы сделали Так Запишем так Сейчас пока даже заглядывать не будем, просто запомним, что здесь есть такое место Вы ваших матросов затеяли какую-то игру Капитан набирает 18 очков Ну ладно Боевой дух зато повысили Так, ну что ж, здесь все, только вот эта вот маленькая область осталась Так, подождите, мой боевой дух, команда хочет пить В смысле команда хочет пить Уже все выпили Отлично Надо будет докупить воды Так, руины Несеста Мира Здесь я был, вот я, видите, пометил это Так, хорошо, а куда нам нужно возвращаться по заданию картография Санса будет ждать отчета Чтобы получить возможность продолжить свой труд Сейчас он в своей лавке на причале королевы в Никитаке Хорошо Поплыли Так, Мутная лагуна, смотрите, тоже, кстати Давайте запишем Субтитры сделал DimaTorzok Порт, мертвый свет Северо-запад, наверное, все-таки, да Давайте изменим немножко на северо-запад Вот так Интересно, тут много локаций получается максимального уровня Еще какое-то святилище, скрепляющее клятвы По-моему, там были, конечно Кто-то стучится в вашу каюту Сидя на ньюте, вы наблюдаете за кливатором Вдруг слышите, как сзади к вам подходят несколько матросов Привет, капитан Старая Энгрим с другими матросами тепло приветствует вас Мы помним твою щедрость в прошлый раз, так что подумали Может, ты захочешь поделиться еще какими трофеями от наших путешествий Ведь не покорны в идеальном порядке вашими стараниями Давай выйдем премиум Дать меди и устроить пирушку От радостных криков корабль содрогается Сколь или ром уже текут рекой Матросы жадно впиваются зубами в двойную порцию приправленного и посоленного мяса До поздней ночи звучат морские песни И вопрос оплаты временно позабыть Вы потеряли тысячу меди, боевой дух полученный Хорошо Так, на причал королевы Карты санкции Приветствую, приветствую Рад новой встрече Как море, спокойное Надеюсь, экспедицию ничто не задержит Чем могу помочь? У меня есть кое-что для твоей книги Как интересно Посмотрим, посмотрим Ох, этого я точно не ожидал Да еще и так близко к Порт-Маже Прекрасная работа Моя книга станет главным событием литературного мира С выхода путешествий к Осидне А они, между прочим, та еще романтическая чушь Прошу, твоя плата, друг мой Разумеется, только начало Впереди еще столько всего Теперь, пожалуй, Тикевара Как тебе такая мысль? Это небольшая деревушка Уана к юго-востоку отсюда На всей раз островов целых три У них нет названий Никто их не любит Если приощуриться Они образуют вокруг Тикевара Что-то вроде небольшого треугольника Буду ждать Только один мы исследовали Хорошо Так Червь в храме на причале Я не помню, заходили мы туда или нет Надо было записать, в каком храме, правда Червь в храме на причале королевы По-моему, мы заходили туда Во-первых, потому что на причале королевы нет храма А, это вот сюда, по-моему А, это не то Это лаз в Альянскую торговую компанию По-моему, это не причал королевы А там, где храм Бераса Это в ступенях А, может, и нет Не храм Бераса Я вот не помню Но, по-моему, это не в храме Бераса Написано Червь в храме В причале королевы Здесь никаких храмов больше нет Сейчас, конечно, посмотрю Мелеса сияющая адра есть Да нет, здесь нет храмов В общем, надо будет посмотреть потом Я уже точно не помню Хорошо Давайте вернемся на карту мира Как-то можно отсюда посмотреть? Я уже в который раз думаю об этом Но не вижу варианта Так, нам нужно докупить воды Обязательно Давайте докупим Воды Пускай будет даже 500 Давайте докупим 500 риса Капитанская каюта Улучшение для каюта капитана Загон для всех дополнительных животных Которых нельзя взять с собой в путь Прикольная штука Якори живой стали Плюс 5 метров скорость Фонель с эйдосом Плюс 9% скорость хода Еще мой 92% Ладно. А, ну да, отсюда мы прям не можем выйти, конечно. Так. Ну, как раз можно даже Грога половину убрать. Вот так, потому что дальше у нас не будет тратить всё же. Так, ну что ж. Тикевара. Тикевара, вот. Забытая катакомба. Это вот мы назвали его. Коакора. Получается, где-то вот здесь ещё один должен быть. Тикевара. Я так понимаю, что на этих островах обязательно должно что-то быть. Это не просто остров рандомный. На котором можно выселиться. Валянский ролл. Ну, ждём пока бурю продыть. Где слышно так красиво звуки бури. Она сам многоглазая, нам нужно её убивать или нет? По-моему нет, нам не много кого нужно убить, но точно не её. Тенистое отдаление. Двое ваших матросов затеяли какую-то игру в трюме опять. Ну, мы получили, в этот раз выиграли. Так, смотрите-ка, вот скорее всего это один из островов. Опа, за нами охотится какой-то фигист, уставшая потаскуха. Называем погоню. Навордаж! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, по-моему, это всё почти. Да, конечно, вряд ли мы, ребят, с вами пройдём задание за всех персонажей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, мы игру проходим пока один раз, там посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, они серьезные такие, ребятки. То есть, наверно, она по уровню подбирает, из-за того, что мы с Принчупей поссорились. Ну давайте разделим монеты с экипажем Капана Тага, дубина одноручная, шанс ошеломить при попадании 10% средству заступника, плюс 3 к урону в бежнем бою, за каждую втянутую в бой цель, противника персонажа плюс 1, неплохо. Что ж, ребята, я думаю, что на этом мы сейчас с вами серию закончим, потому что время уже подошло к концу, вот мы сегодня и так неплохо потрудились, вот посмотрим, может быть у нас действительно получится выполнить даже картографию маже, вот без всего этого дела, то есть без поисков в интернете, да, потому что, как вы знаете, в интернете никакую информацию не ищу, я только прохожу в интернете. В слепую игра, ну посмотрим, посмотрим. Что ж, на сегодня это все, с вами был Эдиторм, спасибо за просмотр, ребята, пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы, ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, до следующей встречи.